Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис». Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, ну что, в то время, пока мы с вами не виделись, оказалось очень таким, с точки зрения новостей, таким очень плотным, упругим, потому что есть о чем поговорить. Это и кокаин дипломатический, и волшебное оружие, о котором говорил наш одновременный президент и кандидат в президенты. И главнокомандующий. И главнокомандующий, да, и президентские дебаты, потому что мы с вами снова живем в предвыборную пору. Но самое-то главное. Что наступила весна, хотя в Петербурге она практически не ощущается. Наступила весна, и как наступила, понимаете? Как сказала... Зашла с минус 20, да. Как сказала моя знакомая, значит, несколько лет назад чиновница, она сказала, когда ей сказали, знаете, весна началась, я сказала, какая в жопу весна, посмотрите, что на улице творится. Понимаете? Значит, и это может послужить эпиграфом к нашей сегодняшней программе. Понимаете? Во всех смыслах этого... Как это... Не слово, а... Этого явления. Этого явления. Потому что весна — это всегда обновление. Ну, вы знаете, во-первых, все-таки стало тепло, и во-вторых, вот смешно. Действительно, минус 20. Они появились. Эти женщины, значит, в коротких юбках, на улицах нашего города. Они молодцы. Они приближают эту вот настоящую весну. Я считаю, что правильно... Я не знаю, правда, где вы их заметили. По каким тайным тропам вы путешествуете? Невск, это не тайная тропа. Вот они вот, несмотря на холод, ну, во-первых, солнце, и, значит, их греют восхищенные взгляды автомобилистов. Ну, конечно, очень романтическую историю вы рассказали. Давайте вернемся к нашей традиционной повестке, да, политической. А у нас всегда романтика. Без нее никуда. Давайте поговорим, с чего начнем. Наверное, начнем с обращения Владимира Путина к федеральному собранию. Да уж придется. Потому что, как говорится, хайпанул, так хайпанул. Да, то есть, вот, действительно порадовал. Потому что все-то думали, что, ну, как всегда... Что будет предсказуемо скучно. Да, будет говорить про то, что не надо, там, бабушку лохматить, не надо бизнес кошмарить, не надо как плохо, надо как хорошо, так сказать. Но без этого тоже не обошлось. Нет, ну, сказал, действительно. Драматургически все было сделано... Знаете, в военных училищах есть такой прием педагогический. Там курсанты же, они что, они всегда хотят спать и жрать, да, так сказать. И на лекциях засыпают. И вот у военных педагогов есть такой подлинненький прием. Он широко распространен в военных училищах. Когда педагог видит уже, да, преподаватель, что... Что студентам очень интересно. Курсанты, да, что они так уже клюют носом, ты скажешь, что они так уже... И он тихонечко, вот, продолжая в той же вот монотонной интонации, говорит, а теперь все, кто спал, встать! И, значит, естественно, те, кто задремывают, они вскакивают, да, потому что они не слышали, значит, начала этой фразы. И вот тут вот, в общем-то, все проснулись как-то разом, да. Мы когда, вот, собственно, отправлялись на эфир, Евгений Владимирович Вашенков, мой замечательный друг, он рассказал анекдот в... Вы хотите его повторить про замечательную говорящую собаку? Да, анекдот про говорящую собаку, который Евгений Владимирович принес к нам в ажур из мрачных подвалов Литейного 4, так сказать, а там, значит, коллеги работают нынешнего нашего главнокомандующего. И они сразу же, видите, откликнулись на такое вот выступление. Вот, это в тему анекдот. А звучит он так, что мужик смотрит в газете объявления, да, продается говорящий пёс. Ну, значит, звонит по телефону, говорит, что действительно у вас достали уже. Ну, да, написано говорящий, значит, говорящий. И что, можно приехать, посмотреть и купить? Если посмотреть, то нет, если посмотреть и купить, то да. Раздраженно там отвечают на том конце, значит, телефонного провода. Приезжает покупатель, открывает дверь мужик какой-то, значит, в майке и в трусах. Покупатель говорит, а где же, где же этот говорящий пёс? Говорит, да, что, вот он. А как он, говорит, у меня там на кухне макароны варятся. Он сам всё расскажет, так сказать, и мужик этот уходит на кухню, хозяин квартиры и пса. Покупатель недоверчиво смотрит на Апсину, а Апсина такой здоровенный совершенно нюфаулинг такой смотрит. И говорит, ну да, я разговариваю, что так смотрите на меня, так сказать, действительно, говорю, и говорю давно, говорю свободно. Тут так бум, значит, и сел прямо, так сказать, на ручку дивана. Ну, там ещё нюфаулинг, говорит, я добавить кое-что должен. В объявлении не всё написано. Я не просто говорю, я ещё по-немецки говорю, читаю и бегло перевожу. Тут дело такое, я раньше в разведке работал на КГБ, ну вот, и что, ну меня там запускали, все же думали, что я просто так, ну а я там подслушивал, подглядывал. Потом пересказывал, а потом, конечно, когда уже там, ну что, у нас сокращения пошли, да, меня, значит, как пса пинком под зад, на улицу, ну что, вот, подобрали, сейчас вот ты меня, значит, торговать пришёл. Этот сидит, покупатель белый, смотрит на него, мужик выходит с макаронами на тарелке, тот говорит, покупатель говорит, беру, беру, сколько, он говорит, а сколько не жалко, да нисколько не жалко, ты не понимаешь, это же мировая сенсация, это же, ну, ты, мужик так с этим, с макаронами смотрит на покупателя, он говорит, слушай, ты вот, мужчина, как мне кажется, положительный, я предупредить тебя хочу. По-моему, он всё врёт. Это вот, а нет, анекдот хороший, просто уже второй раз. Причём там не врёт, там другое слово матерное, это сказать, да, но, а второй анекдот в эту же тему. Давайте первым ограничимся, это вы просто его к чему сейчас рассказали? Чтобы начать нашу титаническую тему, да, а второй он непосредственно по поводу Америки и того, какой ей может прийти кирдык, когда Путин показывает русский смартфон новый китайскому товарищу Си Цзиньпинь, да, ты скажешь, и он ему показывает с такой гордостью, смотри, вот это наши ребята сделали, ты скажешь, они, вот смотри, вот здесь вот кнопочка, да, вот так вот нажимаешь, и вот включается экран, понимаешь, с окошечками. А вот эта кнопочка, ну, это вот кнопочка кирдык Америки, а вот тут, смотри, тут фонарик. Я к чему? Про фонарик никто не ожидал, да, значит, и если серьёзно, да, мы имеем дело с гиперзвуковой сенсацией планетарного масштаба, которую, надо сказать, действительно никто не ожидал, и поэтому она действительно самая настоящая сенсация. То есть она такая вот, многие, кто обменивался так вот мнениями по этому поводу, вот сходились в том, что мы никогда ничего подобного, там, за весь опыт анализа, там, посланий, каких-то пресс-конференций, там, ещё чего бы то ни было, за последние, там, вот, 18 лет ни с чем подобным никто никогда не сошел. Но с теми, кто говорит о том, что со вчерашнего дня, после вчерашнего дня мир перестал быть прежним. Мир часто меняется, и чаще всего он вообще меняется каждую минуту, да, значит, но вот в том смысле либеральном, который вы вкладываете, да, конечно, он перестал быть прежним, и он при любом раскладе, да, там, заподозрить, что это, там, ну, блеф, да. А Владимир Владимирович, он сказал сам в своём послании, что вам надо всё это переварить, дорогие друзья, да, имея в виду, конечно, прежде всего, западных партнёров, убедиться в том, что это не блеф, что я не блефую, а я не блефую, да. Значит, после чего вот отправить часть товарищей на заслуженный отдых, тех, которые выбирали ту линию взаимоотношений с Россией, которая, вот, собственно говоря, все видят, какая она, и, в общем-то, сесть, начать какой-то такой нормальный разговор, потому что как-то с реалиями стоит считаться. Мы там не делали особой тайны из этого, да, мы говорили, никто не слушал, послушайте нас теперь, да, вот это послушайте теперь, это стало гипер такой вот цитатой во всём мире, да, и, конечно, отношения к этому разные, безусловно. Сейчас мы поговорим, что это значит вообще, что конкретно сказал Владимир Владимирович Путин и нашей политической элите, и миру. Ну, вообще, вам кажется, вот это вот послание, оно в большей степени было ориентировано на внешний контур или на внутренний, ну, с учётом того, что всё-таки, да, мы сейчас вот живём опять вот в этот период предвыборный. Нет, ну, почему вот так вот, либо-либо, да, значит, как мы с вами... Ну, потому что и там есть свои цели, и здесь есть свои цели. Что более эффективно. Вот иногда нас спрашивают, о чём мы говорим до программы, а мы до программы говорили о кино, да, и говорили о том, что люди делятся на тех, кому важно, как снято, и на тех, для кого более важно, что именно снято. А я ещё говорил, что в идеале, чтобы было и как снято, и что снято, да, тогда, значит, это здорово. В данном случае послание предназначено всем. Безусловно, внутри, внутренняя аудитория, не только элита, безусловно, учтён избирательный фактор, да, вот то, что мы находимся в разгаре, или, может сказать, угаре, да, значит, предвыборной этой всей кампании, о которой мы с вами поговорим, потому что не обсудить это невозможно, потому что как-то... Вот, но вижу, понятно, что также оно предназначено, это послание, и для мира в целом, да, и для западных руководителей, и не только западных, вообще-то, сказать, руководителей всех, наверное, стран мира, но и для обычных людей, которые умеют читать газеты, понимать то, что им рассказывают их телеведущие в новостях, если они, эти телеведущие, ну, хотя бы немножко добросовестные какие-то, а не такие насквозь заряженные. Поэтому, в том-то и дело, да, что, когда взрывается такая вот информационная бомба, она направлена на всех, включая пингвинов. В Антарктиде, значит, и каких-то совсем диких туземцев, до них тоже это обязательно долетит. И вы знаете, что меня удивило очень сегодня? Потому что вчера, понятное дело, когда я, у меня у самого, вот, челюсть отвалилась, когда я переслушивал это послание, его несколько раз же повторяли, да. Меня, во-первых, конечно, сама фактура, да, то есть, вот эти вот технические чудеса, они... Ну, то есть вас всецело захватила только вторая часть послания? Меня всецело захватила, безусловно, вторая часть послания, потому что... Потому что первое вы, наверное, и не вспомните, о чем шла речь. Нет, почему? Вспомню, да, то есть, сказать, там достаточно серьезные вещи говорились, но я-то все, как, знаете, кто про что, о вшивы, о бане, да, и я скажу, чего мне не хватило ни в первой, ни второй части послания, чуть позже, если можно. Ну, о чем, понятно, да, меня волнуют вопросы, связанные с гуманитарной составляющей, с идеологической составляющей, если хотите, связанные с вопросами культуры, да, с вопросами наших достижений или недостижений в этом направлении, и они очень важны как раз, да, но про это сказано, к сожалению, не было, и, ну, просто оно было очень длинным, это послание, да, вот за счет того, что нужно было... Показать ролики и их прокомментировать. Ну, это не просто ролики, да, значит, это вот так как-то в какой-то такой уничижительной коннотации это рассказать, да, о том, что на самом деле вот творится в нашем мире сейчас, и почему мы можем себе позволить, да, значит, быть какими-то там неуступчивыми ребятами в каких-то вопросах, а поразили меня лица людей, которые сидели в этом огромном зале, депутаты, сенаторы, просто хорошие люди, да, значит, журналисты, губернаторы, там, не знаю, министры, и совершенно ошалевшие физиономии, не все, конечно, да, потому что генералы сидели строго так, глядя перед собой, вот, а у многих какие-то такие растерянные детские улыбки, какие-то такой наполовину неверия, наполовину... Ну, то есть вот сюрприз удался, и в данном случае в нашу сторону, для нас, это приятный сюрприз, а, так сказать, для Запада, я думаю, это получился неприятный сюрприз, и они к нему оказались не то, что не готовы, они категорически оказались не готовы, и вот это меня удивило, может быть, даже еще сильнее, эта часть удивления, она сегодня была мною, так сказать, исторгнута, да, значит, из своего мозга. Я вам скажу, что меня действительно изумило просто, да, то есть, ну, действительно, ну, взорвалась такая бомба, надо реагировать, я имею в виду информационная бомба, конечно. Вы знаете, как отреагировал Евроньюз на вот это все утром? Дальше я не смотрел, просто я успеваю канал Евроньюз посмотреть где-то с 10 утра до, там, 11 утра, да, и мне было очень интересно, как же, как же Европа-то среагирует, так сказать, медийная на вот это все, потому что это их касается, может быть, даже больше, чем Америки, да, вот, чуть позже я объясню, почему. А как вы думаете, как отреагировал Евроньюз? Ну, судя по вашему лицу, никак. Вот в том-то и дело, что никак. Вы можете себе представить, что, значит, в полдень, да, начинает Путин зачитывать свое послание, в два, условно, там, без каких-то минут по Москве заканчивает, и никак, да, то есть сутки почти проходят, да, соответственно, ну, там, 22 часа проходит, да, там, условно говоря. Хорошо, но Евроньюз взял паузу, другие-то западные СМИ, в общем-то, не молчали? Нет, 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 подождите, Евроньюз, это не просто Евроньюз, да, Евроньюз, это крупнейший информационный, только новостейный вещатель, да, и не раннее утро на дворе, да, еще раз говорю, с 10 до 11, вот я полностью просмотрел, так сказать, включен был телевизор, никакой. Вообще, дело же не идет об оценке, дело же можно просто сказать, что... О констатации факта, да, о чем это говорит? Да нет, ну, мне говорит, это о том, что они... Это говорит о том, что цель вчерашнего послания, которая должна была достичь ушей Европы и Америки, не достигнут, или, скорее, достигнут? Они там что, замерли в оцепенении? Я думаю, да, я думаю, что вот одна была операция боевая американская, она, по-моему, называлась «Шок и трепет», да, значит, вот, вот тут он и имеется, вот вам шок, вот вам трепет, потому что... Ну, а как иначе-то это еще объяснить? Недостаточно до их евронюсовского уровня, да, где они рассказывают какие-то просто такие бабушкины новости совершенные, да. Они, между прочим, несколько раз в течение этого часа показывали вот эти омерзительные перепалки наших дебатов. Вот там, значит, Жириновский, Собчак, Соловьев, который кричит, вы находитесь на президентских дебатах, как вам не стыдно. Обливание водой, обзывание, так сказать, недостойными женщинами, это, как ни странно, евронюс показывает. Говорит, смотрите, что у них там в России творится. А то, что у нас не только это творится, но еще вот это вот творится, да, так сказать, не показывает, да. Ну, с моей точки зрения, это люди впали в ступор, да. Вот, как вот девушка с иконой, помните, легенда ходила, что взяла, значит, что-то такое, богохульный танец танцевала, а потом взяла и оцепенела, и долго стояла. Ее там сдвинуть с места не могли, да. Это тот результат, на который рассчитывали в Кремле? Я уж не знаю, что там в Кремле рассчитывали. Поговорим об этом, построим предположения, но я думаю, что, я думаю, что даже в Кремле вряд ли могли предположить, что они настолько как-то странно, вот, да, ну как, ну, ребят, у вас есть ваша работа, да, вы несете новости людям, да, в шоке вы, не в шоке вы, испугались вы, обрадовались, еще что-то такое, ну, вы делаете свою работу, да, рассказываете о том, что русский президент взял их и хайпанул на весь мир. Нет, ну, тем не менее, понимаете, все-таки, мне кажется, международную политическую повестку определяет не Евроньюз. Не, не Евроньюз, более того... Реакция из Пентагона была, да, реакция из Германии была. Была реакция из Пентагона, была реакция из Белого дома и была реакция из Госдепартамента, да. И поскольку разница во времени, да, то, может быть, ждали очень как-то вот усиленно эту реакцию, которая, потому что, когда Путин, значит, выступал с обращением в Америке все мирно спали, да, как это в одной песне поется, мы мирно спали и ничего не знали, когда легавы застали нас врасплох. Да, значит, и по поводу реакции из вот этих замечательных учреждений Пентагона, Белого дома и Госдепартамента. Три обворожительные совершенно американки, вот обворожительные совершенно, ну, в разной степени обворожения находящиеся, выступили и, в общем, как-то ощущение такое, что сильно плывут, да, не просто, так сказать, по ушам получили, а так как-то вот не совсем понимают, что надо говорить в такой ситуации. А вы бы на их месте что сказали? Я бы на их месте... Нашел бы какие-то другие слова? Я бы на их месте улыбался, так сказать, иронизировал и, значит, говорил о том, что, знаете, это все такие вчерашние совершенно там новости, а у нас там в три раза больше, да. Но дело в том, что афроамериканка, которая представляла Пентагон, очень важно было смотреть, кстати говоря, даже не только за тем, что она говорит, но с каким лицом она говорит. И она говорила о том, что американцам совершенно нечего бояться, что у нас огромный бюджет, значит, и у нас есть, что этому противопоставить, при этом у нее совершенно были такие вот напуганные глаза. И фразы вот эти, да, они скорее способны как раз напугать, чем успокоить, потому что нужно обязательно говорить что-то конкретное в таких ситуациях, да. Нужно даже, может быть, врать, я не знаю, да. Хорошо, а чего они боятся, если никто не собирается это оружие применять? Они не то чтобы боятся, да, так сказать, они, я думаю, злятся и тревожатся на предмет утраты своей некой уникальной позиции, да, значит, я всех вас вместе взятых круче в 10 раз, и вы все будете делать, как я скажу, потому что вам нечего противопоставить, потому что вы со мной сделать ничего не можете, а я с вами всеми могу. И поэтому я могу с вами разговаривать по-хамски, примерно так. А потом в ответ он говорит, нет, брат, ты не можешь с нами разговаривать по-хамски, и ты не можешь разговаривать с позицией силы, посмотри внимательно почему, да, значит, ты думал, что я на переговоры пришел один и со своим только другом Кольтом, да, значит, единственным в кобуре. Ну-ка встали снайперы, ну-ка встали, так сказать, дружественные индейские племена, да, извините, так сказать, но ваша кавалерийская рота будет перебита просто без вариантов. Возможно, вы меня успеете застрелить, но с вами, так сказать, будет покончено абсолютно одно значение. Ну, как, собственно, да, и со всеми остальными при таком развитии. Да, может быть, да. Так а в чем тогда плюс? Но, вообще-то, никому не стоит, так сказать, пытаться разговаривать с другими с позицией силы. Это мое убеждение. Но именно американцы нам демонстрируют на протяжении, как минимум, последних, там, не знаю, 20 с лишним лет, именно вот это вот тупое, значит, стремление разговаривать только с позицией силы. А если, значит, эта позиция не воспринимается, тогда немедленно начинаются бомбежки Белграда, да, так сказать. И не важно, что это город в Европе, и не важно, что гибнут там, значит, женщины, дети и так далее, да, будет так, как мы решили. Теперь хорошо, этой грубой силе мы противопоставили другую группу. Подождите, подождите, я не дорассказал о реакции американской, да. Значит, реакция Белого дома, она такая, там вышла такая, значит, дородная, так сказать, тетя, которая что-то такое сказала, какие-то общие слова. Но совершенно уникальная была, конечно, реакция Госдепа. А Госдепа – это аналог нашего МИДа, да, государственный департамент, это, в общем-то, это, сказать, ну, как вот у англичан форинг офис, да, так сказать. Там вышла, так сказать, милейшая совершенно блондинка, которая стала какую-то ахинею нести на предмет того, что мы, конечно, нам все это было интересно, но мы очень негативно к этому относимся, потому что Путин показал ролики, где, значит, собственно, происходит атака на США, чего на самом деле не было, да, это можно вот... Они по очертаниям материка узнали там, что штат Плорида. Да, значит, по намеку поняли, да, значит, к чему дело идет. Но удивило даже не это, там, ну, вряд ли нужно было ожидать, что вот после таких вот речей какая-то позитивная будет реакция. Наконец-то, так сказать, вы вот, теперь мы с вами, с русскими можем нормально поговорить, попить чай, там, мы ждали, пока вы, значит, достигнете этого прорыва. Удивило, ну, знаете, Надя, они же всегда говорят, что они за ценности там разные, либеральные, за все хорошее, за демократию, за либерализм, за уважение, ну, в общем, за то, чтобы жить, как цивилизованные люди. А вот эта девушка, блондинка, так сказать, явно, на которую, так сказать, никто никаких харассментов не умышлял, да, в силу ее серьезной карьеры и должности, она продемонстрировала какое-то такое лютое совершенно хамство по отношению к нашим журналистам. Там были представители канала «Россия» и девушка очень такая милая с Первого канала. И когда, так сказать, они стали говорить, позвольте, вот, там не было, во-первых, ответов по существу, а во-вторых, было, а вы кто, откуда, а вы тоже из России, ну, понятно, идем дальше. С Первого канала, ну, мы знаем, и когда американские журналисты, так сказать, уже из Associated Press, так сказать, ли, да, и из CNN, так сказать, дамы, стали возмущаться, эта леди не придумала ничего умнее, как сказать о том, что, да, знаем мы какие-то журналисты, знаем мы всю эту Russia Today, и знаем, какие им дают указания из правительства их русского, поэтому что с ними говорить, зачем им отвечать, и вообще, так сказать, я все... Слушайте, это какой-то такой вот, такой выброс хамства, да? Ну, так это свидетельствует о том, что, наверное, Америка станет еще более несговорчивой. Нет, я не думаю, так сказать, потому что, я думаю, они не переварили до конца, так сказать, эту информацию, пока они находятся вот в стадии такой злости, что ли, так сказать, по поводу того, что они услышали. Но, вы понимаете, злость не злость, там, ну, надо держать какой-то удар даже информационный, да, и так себя точно вести нельзя, потому что, ну, вы говорите, что они не журналисты, вот наши, которые... Ну, тогда, а почему они... что они там делают? Как они туда попали? Как они получили ваши же аккредитации? Ну, с улицы-то не пускают людей вот в такое почтенное заведение, как Госдеп, понимаете? И вы сначала, так сказать, их признаете как журналистов, потому что даете им аккредитации, сажаете вместе со всеми, а потом начинаете вот этот спектакль разыгрывать, а вы кто? А вы кто такие, так сказать? Да вы какие журналисты, так сказать, вы не журналисты? И вообще это страна, которая вон там показывает ролики, как нападают на Соединенные Штаты. Ну, слушайте, по-моему, это, ну, какая-то профнепригодность. Ну, честно, это профнепригодность и это несимпатичность, да. Ты представляешь Госдеп, да, серьезнейшее учреждение. Ты обязана быть вежливой, улыбчивой, да, идеальной, да, внешне же красивейшая, так сказать, тетка, между прочим, ей бы в кино сниматься, да. И такой, какой-то вот быдляцкий, понимаете, пролетарский, значит, злобный демонстрируется, так сказать, нрав. У нас вон в Петербурге в последнее время что-то стреляют часто. То есть такое ощущение, что она вот откуда-то отсюда, из рабочих кварталов вылезла и, значит, прямиком туда вот побежала на вот эту пресс-конференцию. Там даже было смешно, когда она все вот это вот выпалила и убежала, за ней погналась вот эта журналистка из СНН. Ё-моё, да что же у вас творится такое, ребят? Ну, вы же лидер вот всего, значит, человечества. Ну, как вы себя ведете? Ну, уважайте вы немножко, ну, сами себя. Давайте пример какой-то, видите, достойно. Холодно ухмыляйтесь, рассказывайте анекдоты там, значит, ну, все, что хотите, да, там. Смотрите сочувственно на наших корреспондентов, называйте нашего президента обманщиком и сказочником. Ну, только не так, потому что такое поведение, оно свидетельствует, что вас пробило, оно свидетельствует, что вас достало, что вы, так сказать, находитесь в неуравновешенном состоянии, что вы выведены из себя. Но когда вы выведены из себя, вы можете принять, ну, неправильные какие-то решения. И тактические, ну, на уровне пресс-секретарей, да, так сказать, ну, такие пресс-секретарицы. Вот понимаете, с учетом того, что мы сейчас все-таки с вами наблюдаем не за, я не знаю, там, хоккейным матчем, да, где там проигрыш любимой команды, это, конечно, испорченное настроение, да, и маленькая драма, а за судьбами человечества все-таки, да, вот цели, которые ставились, в том числе, да, там, Кремлем, Путиным лично, не приведут ли они еще к большему, более тугому завязыванию узла, да, вот этих международных противоречий, которые в том числе, да, ударят и по России? Потому что, допустим, там, реакция... Надя, я понял вашу позицию, она... Нет, не позиция, это вопрос. Ну, да, ну, в этом вопросе содержится позиция всех ваших либеральных друзей, эта позиция, она из всех либеральных щелей льется последние сутки, и удивляет, опять же, что? Вот политик такой есть Рыжков, да, значит, вроде бы не глупый человек, да, там, значит, был он там депутатом Государственной Думы, да, и его попросили с пылу с жару, когда прокомментировать вот эту всю, так сказать, историю, и он стал какие-то тоже такие эмоциональные вещи буквально выкрикивать, а так и что, вы хотите, значит, посоревноваться, да, вы хотите в гонке вооружений, ну, у нас там, значит, у нас, он говорит, 700 миллиардов долларов военный бюджет там, а здесь там... Ну, может быть, это он так сценку в лицах рассказывал? Нет, он не сценку в лицах, это вопрос, кто на какой стороне. И получается, вот смотрите, вот у моей страны, оказалось, есть самое совершенное в мире оружие, да, почему я должен расстраиваться, так сказать, если это у моей страны? Расстраиваться должны те, кто не в моей стране, а те, которые считали, что у них самое, так сказать, совершенное оружие. Нет, это я говорю о том, что... В нашей стране, да, есть масса нерешенных проблем, есть масса бедных людей. Да, масса бедных людей есть, знаете, Наденька, везде, потому что, когда сибирские холода пришли в Европу, да, значит, монстр из Сибири назвали, да, вот этот вот... Циклон. Чудовище из Сибири, да, назвали вот эти вот холода. И по вот этому Евроньюзу я как раз видел, сюжет они сделали про мадридского бездомного, который там подползал ближе, так сказать, к метро, чтобы не замерзнуть, но не хотел идти в какие-то приюты. Поэтому масса людей, как вы действительно сказали, они не очень хорошо живут. Они не очень хорошо живут в Европе, есть много бездомных, в Америке, а еще в Америке, так сказать, вы будете смеяться, очень многих людей раннее смертное стягает в силу того, что полиция шмаляет почем зря. Да, мы об этом говорили. А когда полиция устает от этого, значит, то добавляют количество жертв школьнички, да, которые постоянно расстреливают своих соучеников, и в этой народной американской забаве, вот в самой процветающей стране, значит, какие-то дикие немыслимые потери, так сказать, каждый год. И оказывается, значит... Да, но если вот, как вы считаете, да, убрать эти язвы, да, и оттуда, и отсюда... Нерешенные проблемы... В России и в Америке, да, он практически сопоставим, вы считаете? Кого вы будете с кем сравнивать, да, так сказать? Я скажу так, что наша страна, безусловно, наверное, беднее и сложнее живет, чем Америка, на территории которой не было войн очень давно. По-моему, со времен, ну, что считать непосредственно Америкой, да, нападение на Перл-Харбор, конечно, было, но в целом, да, значит, в общем, была гражданская война между севером и югом, да, которая была достаточно тяжелым испытанием для североамериканских, значит, людей. Вот, Лариса Геннадьевна принесла на подмогу чайку. Спасибо большое. Вот, да, спасибо. Но больших войн на территории с тех пор Америки не было. При том, что была, как вы помните, Великая Депрессия. Не все знают, что Великая Депрессия сопровождалась голодом. Не все знают, что Америка, допустим, 40-х, это далеко не та сытая Америка, про которую все привыкли думать, и только, по-моему, в 50-х, например, в семьях полицейских американских каждый день стали появляться фрукты. А до того совсем другие вещи, да, так сказать, тоже это было все лакомством. А у нас надо было восстанавливать после войны много чего, а у нас много было плохого своего, связанного с тем, так сказать, как у нас проходило развитие. И хорошее было, но и плохого тоже много было разного. Поэтому никто ничего не говорит. Нам сложности-то выпало больше, да. И мы не могли сказать про себя, что мы нажились на Второй мировой войне. Америка-то нажилась. Потому что они по своему знаменитому лент-лизу, они же не дарили это оружие ни нам, ни, кстати, своим братьям-англичанам. Англичане не так давно только рассчитались, заплатили последние долги по этим поставкам, чтобы фашизм был и нацизм, так сказать, уничтожен. Поэтому ваше замечание о том, что Америка живет во многих аспектах лучше, это, в общем-то, не новость. Но мы сейчас, как сказать, немножко не об этом говорим. Все равно я и моя страна. Мы говорим как раз о расстановке акцентов. Я себя отождествляю со своей страной, да. Именно со страной, даже, а не с государством. Но государство неотделимо от страны, да. Поэтому, когда с моей страной и с государством моей страны разговаривают с позицией силы, для меня это неприятно, неприемлемо, так сказать, и совершенно некомфортно. Но есть люди, для которых это нормально. Они считают, что ничего такого, что слишком такая у нас непредсказуемая страна, неразумная какая-то, и вообще власть находится не в тех руках. Поэтому пусть с этой страной, значит, разговаривают с позицией силы. А когда страна демонстрирует то, что с ней не надо разговаривать, и уже это и невозможно, начинается вселенское горе. Так вот, значит, я хочу вам, господа либералы, сказать, вот именно поэтому, так сказать, вы просто не понимаете, не людей, большинства, которые в этой стране живут, именно большинства, категорического большинства. У нас в стране далеко не все там путинисты и члены партии «Единая Россия». Но очень мало найдется людей, которые бы хотели, чтобы была постоянная возможность разговаривать с нашей страной с позицией силы. Понимаете, какая штука? А есть те, которые, наоборот, вот они, странные люди, называют себя либералами, но на самом деле исповедуют ленинский принцип поражения правительства в мировой войне. Это же Ленин тогда говорил, что вот пусть будет империалистическая война, правительство потерпит поражение, а мы этим воспользуемся и так далее. Вот эти вроде бы отрицающие совершенно большевизм, коммунизм, сталинизм люди, тем не менее, берут на вооружение вот этот самый ленинский принцип, что говорит об их полной беспринципности на самом деле. Потому что так нельзя, не нужно и не стоит, и вообще-то, сказать, это очень большая ошибка. И что к этому хочется добавить, да? Нет, просто хочется добавить, как, на ваш взгляд, вообще изменится после всего произошедшего вектор мировой политики. Действительно отношения, вы считаете, станут лучше? Вот смотрите, вот как пытались действительно разговаривать с Россией, и что пытались мягко, так сказать, невооруженным путем, каким образом Россию останавливать, наказывать и так далее. Что Обама провозглашал? Экономика России разорвана в клочья. Что кричали на каждом углу либералы? Мы в ответ экономических каких-то шагов предпринять не можем. Мы не можем ничего противопоставить. Мы не можем какие-то контрсанкции, да, так сказать, ввести. Мы можем только не пускать сыр французский, да, значит, давить гусей венгерских тракторами. И вообще, если что, будем бомбить Смоленск и Челябинск. Вот такие мы козлы, говорили либералы. А вот так, чтобы повлиять экономически на такую макроэкономику, как Америка, то мы не в состоянии. Оказалось, что в состоянии. Это каким образом? А почему вы этого не видите? Вы же экономист. Я не побоюсь этого слова, вы кандидат экономических наук. Ну что ж, придется мне, значит, вас... Получить кандидата, да. Получить немножко экономики. Как вы думаете, Надежда, сколько стоят вот эти комплексы противоракетной обороны, которые уважаемый Вашингтон, да, так сказать, пытался развернуть, вот, и разворачивал там на наших изумленных глазах в Румынии, там, в Польше, так сказать, везде. И говорил Европе, что это будет надежнейшая защита, так сказать, от озверелых вот этих русских уродов с ракетами агрессивных. Значит, и вы только платите, не ошибетесь. Значит, в НАТО будет хорошо, только пора вам, сукины дети, значит, вспомнить о том, кто сколько процентов задолжал, и все будет чики-бен. А у нас надежные системы, мы туда вбухали страшные деньги, так сказать, и все это надежно будет функционировать, как за каменной стеной, как за Великой Китайской. Когда-то чувствовали себя в полной, вообще, так сказать, неприкосновенности китайские императоры, как оказалось, зря. И здесь, значит, как это, в известном это, казалось, что нам пипец, да? А оказалось, что не казалось, да? Значит, вот и тут оказалось, что не казалось. Понимаете, дорогие друзья, мы ответили вам экономически. Вы потратились на вот эти все, так сказать, комплексы противоракетной обороны, не сказать, что сильно поиздержались, но вообще, так сказать, игрушки дорогие. Ну, в общем, не фунт, понимаете, урюка на базаре приобрести, а, в общем, значительно больше. Хочется пожелать успехов в дальнейшем в труде, трудовой деятельности, работе, в освоении, так сказать, этого. Понимаете, если мы бы, подточив чужую экономику, вырастили бы свою, тогда, да, был бы двойной полу для горды. Дорогая Надя, дело в том, что, так сказать, любые открытия, да, любые технологии, которые дает оборонка, да, они находят свое применение, уверяю вас, и в мирной гражданской жизни. Потому что, если, допустим, вертолет Ми-8, да, замечательный, он замечательный военный вертолет, да, я прыгал, значит, с этого вертолета неоднократно с оружием, да, то есть он используется как десантный вертолет, но это замечательный мирный вертолет в том числе, понимаете? Подождите, ну а почему экономика России была пятой, а стала одиннадцатой или двенадцатой? Потому что, так сказать, у нас далеко не все получается, в том числе из-за того, что, как в своем же послании рассказал Владимир Владимирович Путин... Да, такое ощущение, что, забыв и про национальные проекты, с которыми, значит, бывший президент, нынешний премьер-министр Медведев общался с нами, с избирателями, стал президентом. В первом году, когда распался Советский Союз, значит, почему Путин считает это катастрофой, почему я это считаю катастрофой, почему любой нормальный... Вот так скажите, почему мы с Путиным считаем это катастрофой? Мы не с ним, мы, так сказать, я с ним вместе никогда не сидел и не медитировал, да, но мы, я думаю, одинаково смотрим на это, да, потому что страна, правоприемницей которой стали мы, потому что та страна была столицей, город Москва, и это точно так же, да, страна потеряла четверть территории и половину населения. Подождите, Надь, это случилось, это случилось, да, 26 лет назад, грубо говоря. 26 лет назад, это недавно, потери, сопоставимые с ужасными потерями военными какими-то, да, безусловно, так сказать, это ударило и по экономике страшнейшим совершенно образом, безусловно. Это ударило по всему, да, так сказать, это по демографии ударило, это ударило по армии, потому что она так вот просто механически... То есть вы считаете просто, что те прошедшие 25 лет, это явно недостаточно для того, чтобы начать демонстрировать хоть какие-то, ну, небольшие относительно результаты? У нас достаточно большие результаты, Надь. У нас, так сказать, я-то помню, вы-то маленькие были, совсем в 90-е, так сказать, под стол пешком ходили, вот, а я помню, как люди жили, выживали, а некоторые умирали. Вот это было, действительно, так сказать, страшно. Не мне. Вот я-то лично, ну, справился со всем, так сказать, и даже, можно сказать, преуспел, да, так сказать. И я и книжки писал, и агентство там, так сказать, мы с ребятами вместе создали там, или еще что-то такое. Я видел, что вокруг творится, как закрываются научно-исследовательские институты, что творится с преподавателями, что творится на предприятиях, как бухгалтеры выходят на улицу проститутками подрабатывать, и школьные учительницы, так сказать, и медсестры, и как нормальные люди становятся бандитами, так сказать. Все это я видел очень хорошо, понимаете? Я видел, какие изменения начались, так сказать, только еле-еле в конце 90-х, начале 2000-х. И то, как мы живем сейчас, и то, как жили тогда, это несравнимые совершенно уровни жизни, да, так сказать, это совершенно очевидно. Наверное, могли бы лучше, но у нас у русских такая есть черта, да, так сказать. Мы немножко фанфаронистые такие, вот пока жареный петух не клюнет, значит, не собираемся, очень долго запрягаем. То есть мы сами, да, то есть мы сами, вы имеете в виду население, да, безначальников, во всем виноваты в том, что провалены нацпроекты, да, в том, что майские указы, то, что кандидат в президенты, да, выходит с новой порции. Такое ощущение, что Ксюш Собчак забрелась сюда на огонек. Спасибо, да, с новой порции. Значит, населения безначальников не бывает, да, и народ отдельно, а, значит, кто-то отдельно не бывает. Мы все из себя, значит, мы единое целое на самом деле, и это в нашем народе такая привычка, чуть залез наверх, первое, что тянет, это плюнуть вниз, да, значит, поэтому начальники, они тоже многие из народа, да, и у некоторых мамы доярками были, понимаете, поэтому не стоит вот так вот это вот разделять и так далее. Я же еще раз говорю, не все получается, безусловно, не все. У нас не все так вот, знаете, как вот в Америке, там раз, и Илон Маск, и раз, и полетела машина в космос. Ну, почему-то до космической станции, да, вот этой, катаем их мы на своих стареньких, значит, таких вот потертых, поюзанных ракетках, да, а сами они добраться туда не могут никак. Вот они крутые, у них есть все, но почему-то туда не добираются, да, а вы говорите, что у нас никаких совершенно достижений нет, да у нас полно достижений на самом деле. Ну, почему вы не хотите замечать наши новые самолеты, нет, не военные. Хотя, ну, знаете, вообще-то еще надо понимать, что разные народы, разные страны, ну, какие-то имеют свои специализации, если хотите, да. Вот мы лучше всех делаем оружие. Ну, действительно, так получилось уж как-то. И очень хорошо воюем. И, так сказать, наша история последних, там, я не знаю, там, 250 лет, да, она это, в общем, хорошо доказывает, да, значит, а в остальных каких-то вещах изобрести можем лампочку электрическую, да. А внедрить нет. А внедрить, так сказать, как-то то ли по-русскому раздолбайству, то ли потому что уже неинтересно, знаете. Да, поэтому я предлагаю. Действительно, про экономику говорить скучно. У меня часто такая бывает штука. Я вот придумаю какой-то сюжет, мне он понравится, а записать его мне уже лень, неохота, да. Я же его уже придумал, ну, и потом еще придумаю. Я таких могу много понапридумывать, да. Но я про экономику вот что хотел сказать, да. Вот это событие вчерашнее, это очень сильный удар экономический. Вот я про это не слышал ни от кого, на самом деле, там, не по телевизору и так далее. Может, что-то пропустил. Но это же очевидно. Ведь действительно потратились очень серьезно на, значит, комплекс вот этих противоракетных мер. А Владимир Владимирович улыбнулся вчера, значит, с вот этой трибуны и сказал, дорогие друзья, значит, вот можете засунуть это все себе, сами знаете куда. Вот они все это, сказать, и начали психовать, потому что подумали, что вдруг не влезет. Ну уж больно много они наворочили, не бюджет, а вот это вот все, не влезет туда, куда надо засунуть, понимаете. Женщины же начали, так сказать, очень образно себе это все представлять и заволновались. А теперь что получается-то? Почему молчит Евроньюз, да, ты скажешь? Они же все, они же все себя действительно считали, что вот мы за каменной стеной. Мы пожертвовали своим суверенитетом, ну, в каких-то вопросах, да. Мы разрешили американцам нас подслушивать, там, еще какие-то там, да. И вдруг оказалось, что, блин, а русские говорят, что у них ракеты вообще не какой-то там дальности. Они вообще не имеют ограничения по дальности. А еще они говорят, русские, вот, ну, вот их президент, что гиперзвук, да, и что ни одно из имеющихся средств, так сказать, ПВ просто не может это догнать. Так это значит, что мы, которые, вот, значит, платили безумные деньги, мы голенькие, да, вот перед этим страшным русским медведем, перед этим монстром. Да, что мы вот такие, мы что, ну, нет, понимаете, дальше должна тогда по логике, да, они должны подумать, надо же, мы тогда, наверное, проиграем в ядерной войне. Ну, вы знаете, я думаю, что тут это не то, что по логике. Опять же, разглядывая сегодня Евроньюз, я видел, значит, брутального Макрона, без его Макронихи, но, тем не менее, он, значит, учения наблюдал какие-то с вертолета, вот, французские, и заявил о том, что в ближайшее время увеличит ассигнование на оборонный бюджет Франции, и бюджет будет около 50 миллиардов долларов, или евро, что еще хуже, потому что еще больше означает. А это уже, ну, по-моему, больше даже, чем у России военный бюджет. Тогда хочется сказать, друзья, вы большие, так сказать, прогрессисты, вы удивительные либералы, замечательные экономы, и, может быть, даже геометры. Но что-то у вас не то получается, потому что вот Россия с ее маленьким бюджетом, и вот Франция, да, у которой чуть ли даже не больше будет, да, сопоставлять невозможно никак, потому что, ну, вы кроме смеха ничего не можете вызвать. А на что вы деньги-то тратите? Вы, во-первых, вы вот эти деньги, вот эти деньги, это попадало, так сказать, вы их спускаете в унитаз, может быть, вы их не разворовываете, как вот в России любят иногда, так сказать, взять и все разворовать, но, как оказывается, не все, да, значит, а может быть, вы их как-то неэффективно осваиваете, что ли? Может быть, просто вы дебилы? Потому что получается, что вот эти вот огромные деньги, а вот это мы вас так наказываем, вот это вы свои деньги... Хорошо, наказание просто о том, что вы сейчас рассказываете про Макрона, да, ведет к новой гонке вооружения. Нет, нет. А к чему? Потому что о какой гонке идет речь? И Путин вчера четко сказал совершенно, что никакой гонки. Какая гонка? Мы вас обогнали. Это вы, если хотите... Хорошо, а они должны с этим молча согласиться, потому что... Как хотите. Нет, ну они могут же, да, себе хотя бы гипотетически представить, да, что если вот один человек это придумал, то второй, наверное, может придумать что-то иное. Я бы для начала, вот что бы делал я на месте, так сказать, вот этих вот... Макронов, ну если уж о нем, да. И хотя Макрон, в общем, он побежит к мамочке своей вот этой посоветоваться, она женщина мудрая, пожившая, так сказать, она ему что-то такое внятное скажет, да. Значит, потом Меркель позвонит и скажет, ах, ну, как понимаешь, партизанен. Значит, и в Америке. Я бы для начала перестал бы хамски воспитывать того, кого ты считал намного слабее себя и намного хуже вооруженного, потому что выяснились обстоятельства. То есть для начала перестань орать, обзываться, так сказать, и хамить. Ну просто остановись. Потому что это неправильно, да, так сказать. Когда ты, значит, вот думал, что перед тобой подросток, у которого есть ручка от швабры, а выясняется, что, так сказать, ситуация несколько более тревожная, да. Поэтому чуть-чуть давайте сбавим, так сказать, тон. О чем, опять же, и Путин сказал. Давайте как-то немножко все подумаем, успокоимся, да, так сказать. Впереди время есть, как бы, да, так, ну, как бы вот. И мне кажется, что вы говорите, Надя, о том, что они станут ли хуже. Если там с той стороны совсем дебилы, которые начнут в бессильной злости биться, так сказать, головой о стенку, ну, а почему мы должны идти на поводу этих? Мы должны быть вот униженными, оскорбленными и постоянно, ну, вот так вот поворачиваться и давать себя хлестать по морде, да, и там, ну, мы же, в общем, ничего такого особенного ни у кого не просили и не требовали, да, так сказать. Мы постоянно говорили, давайте, в общем, как-то, ну, давайте как-то по-человечески, да. Нет, мы с вами не будем по-человечески, потому что вы козлы, вы козлы, вы воры, вы коррумпированы, вы вообще средоточие всяческого зла. Ну, средоточие так средоточие. У нас, кстати, действительно много разного нехорошего, так сказать, но мы предпочитаем с этим нехорошим разбираться сами, как в известном анекдоте, да, знаете, вот по сети гуляет там. Удивительные люди эти русские, да, немец один сказал, что всю ночь пытались убедить меня, как у них все плохо и ужасно в России, и когда под утро я с ними согласился, они взяли и набили мне морду, да. Значит, это действительно наша национальная черта. Мы действительно как-то так вот смотрим на жизнь, мы хотим сами разбираться со своими вопросами и очень не любим, когда какой-нибудь дядя Сэм в полосатых штанах, так сказать, залезает к нам и начинает нас учить, что и как нам делать с нашими президентами, с нашими премьер-министрами, с нашими генералами, адмиралами, так сказать, и вороватыми ментами, да, так сказать. У нас множество проблем, безусловно. Только вот, пожалуйста, у себя разбирайтесь сами, да. Как арабы говорят, знаете, у них поговорка замечательная есть, что в переводе означает «О, сосед мой, я в своем доме, ты в своем доме». Старинная, средневековая поговорка, да. Но они не хотят жить по ней. Они хотят, вот, как бы мы где считаем нужным, там будем указывать, где у кого плохо подметено на кухне, да. И если не подметете, так сказать, будем немножко, так сказать, палкой по голове стучать, да. Мне это не нравится совершенно. Я считаю, что это неправильно. Пемьералам нравится, так сказать, мне нет. Ну, вот по-разному мы так как-то вот устроены, да. Поэтому я считаю, что... Как реагировать? У Высоцкого, помните, песня чудесная была, и там такие строки, да. Если, правда, оно, ну, хотя бы на треть, остается одно, только лечь помирить, да. Значит, друзья мои, вот вам президент Российской Федерации объяснил в очень вежливой форме, что вас можно, извините, пиарить вот так, вот так вот, и вот так вот, потом переворачивать, потом, значит, еще, так сказать. И, в принципе, так сказать, вот эта ракета, она может вот так кольца наматывать вокруг Земли, да. И, а у вас, вон, машина полетела в космос. С чем вас и поздравляю. Ну, это, правда, немножко похоже, да, на такой шантаж. А вот теперь, что будет дальше, да. Я бы на вашем месте... Он хитро улыбнулся в пшеничные усы, наш президент, да, а парень улыбается в пшеничные усы, да, и сказал, вот, сядьте, да, так сказать, отдышитесь, да, значит, проверьте, не блеф ли это, да, так сказать, не блефую ли я, сделайте соответствующие выводы. Ну, как говорится, мы торопить не будем. Допустим, они всем своим кагалам, так сказать, западным, да, вот этой всей шайкой скажут, не верим. Как вот по Станиславскому, не верим и все, так сказать, там. Предъявите ваше доказательство, да, значит, как кто-то из американских актеров в красной жаре, значит, с чудовищным русским акцентом произносил. Я бы предъявил. Каким образом? Ну, каким образом? Речь ведь о ракете идет, которой может быть ядерный заряд, а может не быть ядерного заряда. Большое шоу специально, так сказать, для товарищей из Брюсселя, Варшавы и Берлина. Вот, наша ракета примерно вот в такой вот отрезок времени пойдет над вашими замечательными городами. Можете наблюдать ее в телескопы. Расчетом вот этих, так сказать, противоракетных обороны, которым, так сказать, если вдруг получится ее сбить, будет выплачена большая премия. Слушаем ваши большие, значит, и интересные предложения. А если не собьют? Поговорим? Тогда. Как вам кажется, вот, в принципе, такой подход, он многим отличается, там, допустим, от поведения северокорейского лидера, который тоже угрожает? Знаете, я ни разу не слышал, чтобы Северная Корея на кого-то напала. В частности, мне не кажется, что она нападала на... Нет. Нет, подождите. Хорошо, но если она ни разу ни на кого не нападала, это не означает, что она ни разу ни на кого так и не нападет. Вы знаете, то, что американцы нападали много раз, означает, что они и дальше будут нападать. Я бы вот так вот сказал. Потому что вот северокорейских войск не было на территории Соединенных Штатов. А вот американские войска на территории Кореи были и, кстати, остаются, так сказать, на территории Южной Кореи. Поэтому здесь какая-то немножко такая перевернутая, так сказать, такая логика, да? Значит, может быть, им не нравится, что американцы должны приходить, так сказать, на их территорию. У них свой какой-то уклад, там, еще чего-то. Мне лично все вот эти сталинские замесы, так сказать, с их обожаемым лидером не нравятся. Но я не кореец, понимаете? Я не обладаю их менталитетом, да? Может быть, они от этого торчат, так сказать. Может, им нравится так. А может, не нравится. Я не знаю, еще раз говорю. Но я знаю, что любому нормальному человеку не нравится, когда на территории его страны чужие войска. Не важно, какие. У нас, так сказать, мы считали, когда мы были в Варшавском блоке, что русские, ну, советские войска на территории какой-нибудь Польши, это хорошо, потому что мы же братские армии, да? Оказалось, что не нравится очень никому. Но вот им нравятся, когда американские войска. Но тоже думаю, что не всем. Потому что любая такая вот армия-хозяйка, она ведет себя на территориях вот каких-то, понятно, каким образом. В барах девкам юбки задирают, да, так сказать. И, ну, ведут себя по-хозяйски, да? Потому что сказано всегда, не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую армию. И будет ровно так. Поэтому, вы знаете, мне не кажется, что это копирование опыта Северной Кореи. Конечно, это не копирование, само собой. Но мне кажется, это просто поведение практически одного порядка. Это поведение одного порядка с американцами. Мы, знаете, научились у них. Все говорили, что они самые лучшие. Вот мы и научились так же. Мы взяли с них пример. Мы посмотрели, как они, так сказать, это делают. Значит, мы посмотрели, в каком хамском тоне они, так сказать, разговаривают со всеми подряд и говорят, что это вот образец для подражания. Вот мы и начали подражать. Что же вас не устраивает-то в этом? Мы, собственно говоря, вот... А вы оказались, так сказать, хорошими учителями, дорогие товарищи пиндосы. Чего же вы, так сказать, собственно говоря, теперь берещите-то? Ну, вы же себя... Хорошо, но мы тем не менее. А, нет, получается... Нет, подождите, просто важно, что мы... А, нет, получается... А, нет, получается, я понял. А это только вам можно себя вести вот так вот с позиции силы. Потому что вы светлая сторона Луны. И у вас больше прав, чем у темной стороной Луны, которой вы назначили нас. А нам так, конечно, категорически нельзя. Только вам можно иметь кавалерийский карабин. А если он у кого-то другого в руках, да, где вы санкцию не дали, то это, конечно, кошмар, ужас, так сказать, и с этим надо разбираться. Да что вы такое говорите-то? Это же вы, значит... Как там у вас была декларация прав человека, равенство там, то-се, пятое, десятое? Или это только для себя? В одну харю сундучите, да? А всем остальным не так, да? Это вечное лицемерие и ханжество американское, да? Сначала, так сказать, отобрать земли у индейцев, всячески их обманывая, значит, всячески их убивая, там, спекулируя и так далее. А потом, значит, через Голливуд лить крокодиловые слезы о замечательном ушедшем, понимаете, веке таком, который вот... Ну и заодно говорить, что Америка не извиняется, потому что она всегда права. Я не понимаю, в чем проблема, да, так сказать. Путин сказал, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы не собираемся ничего ни у кого отбирать. У нас у самих все есть. Мы не хотим, чтобы с нами разговаривали с позицией силы. В общем-то, этот был месседж. А что плохого в том, что мы не хотим, чтобы с нами разговаривали с позицией силы? Мы говорим, давайте разговаривать не с позицией силы, давайте торговать, давайте, значит, как-то, ну, что вам тут не нравится, что вас не устраивает? Вы боитесь, что вдруг мы начнем с вами разговаривать с позицией силы? Вам страшно? Ну, тогда вы какие-то трусливые. Поэтому я еще раз говорю, что мне кажется, что это может мир только оздоровить. Если, конечно, так сказать, не стали, так сказать, западные вот эти вот товарищи совсем уж какими-то неадекватными и готовыми пуститься в самые разные безрассудства, да, ради вот каких-то своих диких химерных идей, непонятных вот этих вот европейских ценностей. А какие-то гарантии-то нет? Ну, тогда это не к нам, мы гарантии даем со своей стороны. И вы знаете, я что-то не помню такого, чтобы мы были сопоставимо агрессивными, вот, допустим, с нашими западными друзьями, не только американцами, но и их разными прихвостнями. Потому что если мы просто посмотрим, да, ну, вы понимаете, какая штука? Давайте посмотрим страны, на территории которых находятся американские и западные войска. Давайте посмотрим страны, которые подвергались ударам со стороны, так сказать, этих вот... А давайте, я предлагаю, перейдем к другой теме. У нас всего 15 минут осталось. Давайте мы перейдем... Мы еще успеем поговорить. Да, давайте перейдем к другой теме. Я просто еще раз, чтобы закончить вот это, хочу сказать следующее, да. То, что может произойти дальше, если очень этого захотят западные товарищи, это называется демонстрация. И знаете, кто больше всего не заинтересован в том, чтобы была демонстрация такая, чтобы поняли все? Вот как раз западные товарищи. Потому что до тех пор, пока это не произошло... Кто-то может в это не верить. Можно говорить, что это там Путин там блефует и так далее. Когда вот эта ракета, значит, в заданное время пройдет над Парижем, Варшава... Вот Варшава, ой, из-за Варшавы-то, как я переживаю. Они-то больше всех радовались, что им теперь, так сказать, никто не страшен. И Прибалтика, ой, там... Там вот расстроились-то люди, я думаю, так сказать, как-то сильно. Понимаете, они же... То есть это такое будет анти-Илон-Маск-шоу? Я так, нет, знаете, я сочувствовать даже могу. Я могу даже так вот языком... Так подсокать и сказать, ай-яй-яй, как же вам, наверное, вчера было не здорово, так сказать, бедненькие вы, бедненькие. Дурачки вы, дурачки, так сказать. Давайте вы лучше расскажете нам. Сейчас оскорбляли Россию, да, оскорбляли. Теперь, так сказать, наверное, как-то, так сказать, понимаете, что если вдруг что, никакая Америка вас не спасет, дорогие друзья. Дорогие поляки, дорогие прибалты и так далее. Когда же вы, наконец, поймете, что вы первые должны быть самыми миролюбивыми, самыми большими миротворцами, самыми такими вот успокоителями, так сказать, и заливать любые, так сказать, искорки и так далее. Потому что, если, не дай бог, что, вы-то не узнаете, кто победил, так сказать, в глобальном противостоянии. Сгорите первыми. Даже не сомневайтесь совершенно в этом. А те, кто первым не сгорит, я думаю, тоже просто жизни-то вряд ли порадует. Ну, там, знаете, дальше будет важен уже каждый день, так сказать, там и так далее. Хотя, еще раз я говорю, я не склонен считать, что наши американские партнеры, значит, что они такие уж совсем на всю башку отмороженные. Они любят себя такими показывать. Они любят на Корею клином идти из кораблей, а потом отворачивать недалеко, так сказать, от берегов. Последнее. Помните, я обещал, что я скажу пару слов. Путин очень красиво сказал, что оружие, которое новое у нас есть, конечно, такое рано или поздно появится и у других стран, государств, народов. Вот чего у них никогда не будет, сказал Путин. Это таких людей, как наш летчик, который был сбит, вел бой в окружении, был ранен, так сказать, а потом подорвал в себя гранаты, чтобы не попадать в плен. За сирийскую кампанию это второй похожий случай, потому что первый был, помните, Спрохоренко, да, который вызвал на себя огонь, когда тоже оказался в окружении боевиков старший лейтенант, да. И ему даже, ошалев от этого подвига, да, так сказать, от красоты в Италии поставили памятник. И Путин сказал, что у вас никогда не будет таких офицеров, которые в состоянии пойти на такой вот акт мужества и самопожертвования. Мне бы хотелось, разделив с президентом восторг по поводу того, что у нас есть такие мужественные ребята и наверняка это не единичный какой-то случай, сказать все-таки следующее. Вот то, что в послании не было сказано чего-то важного, касающегося вопросов культуры, это недооценка того, как вырастают такие люди. Потому что, так сказать, это вопрос и идеологический, и воспитательный, если хотите, да. Потому что мне кажется, что нынешнее поколение более-менее взрослых офицеров, которые способны на такие поступки, да, они по инерции еще несут в себе вот то, что передалось от прежней, да, великой империи, от прежней великой страны. Более молодое поколение, да, оно растет уже на зачастую не самой удачной нашей продукции, наших сериалах или фильмах там или еще чего-то, которые практически не могут конкурировать на сегодняшний момент с американскими. И они впитывают в себя американские смыслы, голливудские, ну не только американские, вообще западные, скажем так, да, французские, английские прежде всего и так далее, да. Это опасная ситуация, потому что должно быть свое талантливое, патриотическое и, главное, проникнутое собственными вот национальными смыслами, если хотите, да. Потому что это в определенном смысле такая важная воспитательная работа, и это очень важно понять, потому что все правильно, да. Какое бы ни было совершенное оружие, да, в конце концов на, так сказать, конце любого оружия находится человек с его головой, с его сердцем, да, с тем, что туда запитано, как и что туда закачано, да. Так вот, если этот человек ориентирован в большей степени на вот эти самые тамошние ценности, он может заколебаться в момент, когда нужно не колеблясь, принять какое-то решение, да. И вот эти вот доли секунды, может спасти себе жизнь, так сказать, и обречь, так сказать, огромное количество тех, кого он должен был защитить на смерть, понимаете. Поэтому это вещь важная, так сказать, и нужно это понимать. А сейчас это все находится в плачевном состоянии, да. Вот на этом фронте мы пока проигрываем ужасно совершенно. Мы не можем конкурировать ни с американскими сериалами, ни с американским кинематографом, ни с английскими сериалами, ни с английским кинематографом. С литературой тоже у нас не сильно, так сказать, здорово, да. И кажется... А что у нас, извините, нет, ну Андрей, вы так говорите, да, а что у нас с автомобилестроением хорошо, с промышленностью? А автомобилестроение, понимаете, мы можем компенсировать нашими успехами в том же вооружении, потому что мы можем сказать, да, на концерне «Мерседес» делают лучше. Мы заедем с ротой автоматчиков, заберем, так сказать, себе для примера, так сказать, посмотрим, как оно. Потому что и там, и там железо, грубо говоря, да, так сказать, с железом таким они лучше работают, с таким мы лучше работаем. Понадобится в рамках конверсии, так сказать, научимся делать. У нас будет тяжелый автомобиль, так сказать, но он будет более прочным, чем ваш «Мерседес». Научимся. Это совсем другая сфера, о которой я говорю, да, так сказать. Вот эта сфера, она очень важная, еще раз говорю. Она важная в том числе, чтобы мы могли обладать культурным суверенитетом, если хотите, понимаете. И я боюсь, что наше руководство, понимая важность наших успехов в ракетных делах, не осознает важность в делах, связанных с вопросами культуры. А это связанные вещи, еще раз говорю, да, так сказать. Невозможно, так сказать, иметь ракеты замечательные, да, так сказать. И вот здесь вот, чтобы оно как-то провисало. То есть вы за то, чтобы каждый солдат был культурным? Я за то, чтобы каждый солдат знал свой маневр, понимал, что он хочет, да, так сказать. И носил бы в себе те коды, которые делают его русским солдатом, понимаете. А не тем, который, так сказать, сидит, хочет на, значит, комиксы с этим самым, как его, с Человеком-пауком. Андрей Дмитриевич, ну вы себя в руках-то держите. А что такое? Не запрещено. Вот я тут недавно услышал на Эхо Москвы, что слово «б***к» не запрещено. Они там радовались целые сутки, понимаете. Поэтому поймите, это важно, Надя. Это не, я не просто так говорю. А я говорю и говорю об этом, понимаете. Я говорю и говорю о том, что, так сказать, неуспех какой-то. И, знаете, сейчас идут какие-то дикие вещи на канале «Россия». Кровавая барыня про Салтычиху. А на Первом канале они все время парой норовят выступить. Значит, тоже про дворянские времена. А они так контрпрограммируют. Да-да-да, друг друга контрпрограммируют. Там, значит, вольная грамота или что-то такое, да. Это ж обалдеть можно, так сказать. У нас, понимаете, президент ракеты запускают, которые могут вообще вот летать. А вы в этот момент такую ерунду вообще совершенно показываете. Ну, видите, ну, кому что нравится. Вам нравится, как ракеты летают. Да нет, просто, так сказать, с ракетами справились. Потом начнут, так сказать, утерев трудовой под телевизор смотреть. И обалдеют тут немедленно. Все и сразу, понимаете. Поэтому я бы поостерегся. Вот, значит. Пять минут у нас осталось. Поэтому давайте про дебаты. Опять мы все к телевизору возвращаемся. Но не говорить об этом замечательном мероприятии, которое... Знаете, я не буду, Надя, долго говорить по этому поводу. Потому что тут два слова только. Стыдно, товарищи. Вот, правда, это настолько повергает в депрессию какую-то. То есть это вот настолько омерзительно все, да, так сказать. То есть там даже вот вне зависимости от каких-то, я не знаю, мнений, воззрений и так далее, так сказать. Это какой-то адский ад, понимаете. Вот это настолько все... Это какие-то люди, которые... Они не воспитаны. Они совершенно ужасны совершенно просто. Они, понимаете, настолько все ужасны, что, наверное, единственный, кто какое-то вот что-то человеческое лицо сохраняет, это неожиданно скажу, Бабурин какой-то, понимаете, со своими орденскими планками. Но он тоже неуместен совершенно здесь. Ну, слушай, ну, если ты боевой офицер из Афганистана, как ты забрел-то вообще в этот бардак-то просто откровенный, понимаете, ты сказать. Что ты тут делаешь и на что ты тут надеешься? Что ты пытаешься донести какую-то там правду, неправду, так сказать, и так далее, да? Я, конечно, понимаю, что, может быть, это все... Но, вероятно, нету просто в нашем обществе других способов коммуникации. Нового там мало что говорят, в том числе друг другу, потому что, значит, все, чем обмениваются, ты сказать, Жириновский и Собчак, это хорошо известно, так сказать, всему российскому народу. И все эти фокусы старые с обливанием, значит, водой, это у старины Жириновского давнишняя, так сказать, цирковая примочка, так сказать. Поэтому я понимаю, что это может быть сделано для того, чтобы на их фоне, так сказать, Владимир Владимирович просто святым каким-то представал, так сказать, и так далее. Но, пойти, что же наши, да, так сказать, они по-русски говорят между собой, да? Евроньюз показывает, так сказать, этих клоунов, да, так сказать. Но это ужасно стыдно, да, так сказать. Это просто стыдно так. А вам за кого? За кого больше стыд испытываете? Наденька, вы не поверите, мне за себя стыдно. Мне стыдно, что я это видел. Мне стыдно, что это в моей стране есть, так сказать. Мне непонятно, почему, так сказать, всю эту, так сказать, шайку не накроют, так сказать, каким-то дерюгой, так сказать, и не утащат куда-нибудь к Северной реке, так сказать, предварительно проделав там прорубь совершенно какую-то. И мне стыдно за русское правительство, которое, значит, немедленно не может покончить, так сказать, с этим всем, так сказать, взяв дуст, значит, в больших количествах. И вот, слушайте, это смрадно просто, понимаете. Я даже никого не хочу выделять там. Там у них, они все друг на друга орут, там, значит, четыре сталиниста, два капиталиста, так сказать, там, и еще что-то такое. Некрасивые все какие-то. Какие-то все юзанные, коцанные, понимаете. Вот это что? Вот это вот отряд, передовой отряд российской элиты? Но другого-то нету. Остальные, видать, все ушли ракеты делать, понимаете. И элита должна давать нравственный пример. Если она этого не делает, Римская империя обречена. Блин, это снова я возвращаюсь к тому, чем мы заканчивали предыдущий блок. Ну, как вы не можете понять, вы наносите травму психологическую людям, показывая, так сказать, это, знаете, как арабы говорят в Димашке, так сказать, хадыкат или хайванат, да, так сказать. Дословно переводится осад животных, да, значит, так у них зоопарк раньше назывался, да. Но это же безумие какое-то вообще. Это же просто безумие. Тут не о чем говорить. Не надо тут ничего разбирать. Кто прав, кто не прав. Вы чего вообще? Причем, так сказать, люди, значит, они дают эту потрясающую драму не один день. Это не то, что, так сказать, раз, как это, как у Салтыкова Щедрина в рассказе про двух генералов и мужика, да, и в мгновение ока остервенились, да. Раз там, значит, один у другого орден откусил, да, но потом, значит, они постоянно, у них, каждый раз они встречаются, так сказать, и у них уже, это, наработанные, у них уже шоу, понимаете, мюзикл какой-то, понимаете, у них. Это, это мерзко. Это мерзко, недостойно, и любые цели, вплоть до того, чтобы поднять процент Владимира Владимировича до недосягаемых высот, как у той ракеты, которая, значит, раскаленная вся куда-то несется, это того не стоит, потому что издержка ужасная, так сказать, вы ракета ракетой, но дальше засоряется экология, и начинают, так сказать, умирать звери в лесу просто, которые ни в чем не виноваты совершенно, понимаете, и пример явлен такой, что, в общем-то, понимаете, так сказать, и даже не знаю, что сказать. То есть ваше предложение отменить дебаты за неуправляемостью кандидатов? Ой, я бы, конечно, наверное, какой-то другой формат придумал бы, вот, во-первых, да, потому что это свальный грех какой-то, а не дебаты, так сказать. И второе, конечно, я еще раз скажу, что мне очень грустно, я совершенно не понимаю, почему, не, вот посмотрев на это, я понимаю, почему Владимир Владимирович не хочет принимать в этом участие. Так, а может быть, наоборот, увидев его, они бы все приосанились? Ни один нормальный человек не может принимать в этом участие, не может и не хочет там, и все. Грудинин, он не пришел на какие-то дебаты вместо себя, моего приятеля Шевченко, так сказать, прислал, тот, конечно, на лихом коне с шашкой. Мне очень грустно, что президент не принимает участие, тем не менее. Знаете, почему грустно? Потому что это сильный аргумент. Вот в устах его противников, что ты не принимаешь участие, значит, ты относишься... Высокомерно. Вы видите, как запели сразу, вам даже подсказывать не нужно и суфлировать, да? Высокомерно, так сказать, неуважение какое-то проявляешь, так сказать, а может быть, боишься еще чего-то. И мне непонятно, да, потому что я его много раз наблюдал в ситуации фактических дебатов с западными, допустим, вот журналистами, да, вот на тех же экономических форумах. Он прекрасно импровизирует, да, так сказать, а уж тут-то на этих-то дебатах какая импровиза, да, так сказать, тут, в общем, все достаточно предсказуемо. А с другой стороны, вот мне бы предложили, я бы не пошел никогда, потому что меня постошнило. Вот честно, за большие деньги бы не пошел. Как вам кажется, Владимир Владимирович бы осадил Жириновского? Слушайте, но в каких-то ситуациях... Да что-то мне было удивительно. В каких-то ситуациях надо либо осаживать, да, значит, он, конечно, заслуженный клоун, да, так сказать, Российской Федерации, но все-таки я страшно не люблю Собчак, вы знаете, да, ну, страшно я не люблю, но есть вещи, которые непозволительные, понимаете, вот я не люблю... Мне было больше всего удивительно, что никто из находящихся там мужчин, с учетом того, что, в общем, ну, это для них, для всех это забег с нулевым результатом, это для всех совершенно очевидно. Мне было удивительно не то, что никто не напал на Жириновского... Не надо было нападать, ну, хотя бы что-то... Просто выйти хотя бы и сказать, что я не желаю ничего иметь общего с вот этим театром, так сказать, абсурда, да, сексуального. Значит, кто здесь, потом вам расскажу этот анекдот, он тоже хороший. Это омерзительно, на самом деле, я абсолютно с вами согласен. Давайте буквально три минуты... Две. Да, по поводу вот этого кокаина, потому что многие вопросы... Да, у нас будет достойное завершение. Да, значит, и все время говорят, что самолет президентского отряда замешан в этом скандале. Самолет, это такая спекуляция либералов, потому что, если он и замешан в этом скандале, то, знаете, как это... Оперуполномоченный Сергеев замешан в деле об убийстве. Да, он замешан, он убийцу арестовывал, да, значит, поэтому причастен. Правда, несколько с другой стороны. Значит, если он каким-то боком, так сказать, и имеет отношение к этой истории, то он перевозил не наркотики, а муку вот в той партии, которую посол, когда обнаружили, видимо, сначала доложил в Москву, получил из Москвы указание сотрудничать с местными правоохранительными органами, которые тоже оказались завязанными в этой истории, потому что фигурируют грязные аргентинские полицейские, так сказать, в этой истории. Они поменяли кокаин на муку и, значит, дальше пытались смотреть там уже, какие куда ведут ниточки, концы и так далее. Что тут можно сказать по этому поводу? Первое, значит, сенсация, ну, сенсация, но так себе, потому что небольшая партия, первое. Второе, дипломатические каналы для протаскивания контрабанды разнообразнейший, да, так сказать, и антиквариат, и наркотики, и оружие. Ну, это такой не секрет совсем, так сказать, это широко все действовало весь 20 век, я бы так сказал, да. Вот, а уж сколько вывезено из России икон, как дипломатический багаж, это просто, так сказать, измеряется даже не сотнями, а тысячами, да. Людей вывозили, понимаете, поэтому о чем мы говорим, да. Все вот эти вот шутки по поводу того, что МИД торгует коксом, почему там так долго не могли обнаружить и так далее. Конечно, надо разбираться на месте и понимать детали. Но, когда люди говорят, чтобы на территории посольства, где все просвечивается, просматривается и так далее, кто-то где-то как-то мог легко хранить вот так вот 400 килограммов кокаина, да, это невозможно, потому что этого не может быть никогда. Это может быть абсолютно легко, просто еще раз говорю, ну, так вот, диванные аналитики, они зачастую не знают, как, каковой является повседневная действительность дипломатических миссий за рубежом. Года три назад я был на книжной ярмарке в городе Гётебург, Королевство Швеции. А там расположено наше консульство. И нас пригласили туда после ярмарки на прием, да, так сказать, там фуршет был организован, все такое прочее. Каково же было наше удивление, да, значит, когда мы попали, вот это как замок Люцифера, да, в старом японском мультфильме. Огромный, пустой, гулкий, так сказать, и совершенно какой-то мрачный из-за этого. Это огромная территория, это огромное здание, а персонала там, то есть это все было построено в имперские советские времена. Школа там не действовала? Как бы на века, да там ничего не действует, Наденька, потому что там сокращено было в десятки раз. То есть если там предполагался штат сотрудников, что-то такое там под сотню, да. Нет, ну просто получается в Аргентине-то полюднее, да, там вот и школа, и персонал. Нет, 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 там, во-первых, не консульство, а посольство, да, поэтому в посольстве всегда немножко полюднее, да, но тенденция всегда одинаковая. Там сократили, так сказать, не в два, не в три, а там что-то раз в десять, и у них штат оказался, в Швеции я имею в виду в этом консульстве, человек в семь. И когда мы их начали спрашивать, а почему у вас вот так вот как-то все странно выглядит, да, вот, они говорят, так, а мы многие помещения позапирали в силу того, что мы не можем их просто вот обихаживать там, да, так сказать, следить и так далее. И у нас просто не хватает рук, а мы же не можем это отдать как-то шведам там и территории и так далее. А там же еще гараж, там, значит, какой-то парк, там чертов что-то. Надя, там гаубичную батарею можно заводить и припарковывать, и найдут не сразу, потому что просто вот такая вот объективная реальность, да, и потому что нит сокращался так, что вот просто такого сада мне делал со своей гаморой. Да, и это касалось всех миссий, да, дипломатических наших, за исключением самых важных направлений. Там, Северная Америка, Лондон, там, Великобритания, Франция, там, еще чего-то. А в остальных странах такие обвальные были сокращения. А вот эта собственность, она оставалась, да. И вы же понимаете, да, что решение на пойти на вот этот скандал, на вот это сотрудничество, понимая, что когда будет новость сброшена, каким образом будет она интерпретирована, это было сложное решение. Ведь проще было, когда это обнаружили, нашим просто это уничтожить. На территории посольства это можно было сделать легко. Если нету печки, да, значит, спаять себе буржуечку, да, так сказать, 400 килограммов, ну, не за один день, понимаете, но за недельку, за пару спалить это все к чертовой матери, понимаете, можно легко. Заодно, так сказать, там, устроить вечеринку для сотрудников вокруг, так сказать, этой чудо-печечки. Этого не сделали, да, так сказать, сделали по-другому, сделали как правильно, да, значит, в итоге самолет замешан в перевозках, значит, орут все представители англосаксонского мира, ровно те, которые, так сказать, собственно говоря... А потом информация о нем почему-то с сайта пропадает. Ну, послушайте, то, что наши умеют делать разные глупости, и морду кирпичом, и там, значит, еще бог знает чем, даже тогда, когда ни в чем не виноваты, это профессиональный стиль. С пиаром у нас не очень, прямо скажем, да. Вот в этом плане, так сказать, нам тоже надо учиться. Это связано с тем, что, опять-таки, я говорил, учитесь снимать сериалы, да, научитесь более-менее нормально разговаривать, да, научитесь отыскивать интересные ходы, да, развивайте мозг, так сказать, дебилы, значит, и все будет нормально, да, потому что... Я считаю, на этом вот как раз нормально и точка, и попрощаться. Потому что мы умеем брать города и плохо умеем пользоваться результатами своих побед. Надо учиться. Будем учиться и увидимся в следующую пятницу. До встречи.